Многодетная деревня. В селе Искра Мамлюцкого района появились сразу две семьи с приемными детьми. Восемь воспитанников детских домов обрели здесь материнскую заботу и отцовское внимание. За душевную теплоту родителям вручили благодарственные письма управления образования, а детям подарки от Акима района. Ольга Файзулина подробнее. В Мамлюцком районе есть одно особенное село с говорящим названием «Искра». Оно отображает теплоту сердец его жителей. Люди готовы окружить заботой всех детей без исключения, не разделяя на своих и чужих. Первыми показали пример учителя Искровской неполной средней школы. Четыре года назад каждый второй сотрудник взял на патронат свою семью детей. В 2013 году мы оформили семь детей в семье. В июле месяце, в августе этого же года мы оформили еще двоих деток. В семьях очень хорошие отношения, любовь, ласка, доброта. Дети очень активные, очень любят школу в данном случае. Участвуют во всех мероприятиях, посещают все мероприятия, которые проводятся в районе с желанием, с энтузиазмом. Дети подросли. Успешно выступают на спортивных состязаниях, поют и танцуют. Словом, растут на радость своим родителям. Эти дети, как никто другой, знают цену материнской любви и заботы. Все слова и песни сегодня посвящены родителям и семейному счастью, которые, наконец-то, обрели воспитанники детских домов и деревень. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные даты. Сегодня здесь чествуют приемные семьи. В 2017-м их стало на две больше. Аким Мамалютского района вручил школьникам подарки, одежду и констовары. Любовь Кустова рассказывает – всегда мечтала о большой семье. Своих детей трое. Старший – 23, младшему – 5. Муж поддержал ее решение – в 41 год взять еще четверых. Решилась я на то, что сама воспитывалась. Я под опекой. Когда я приехала в детскую деревню, конечно, где эти детки находились, я даже не могла описать эти чувства. Я их просто увидела, ну, какое-то волнение, наплыв, слезы. Дети хорошие. Каждому ребенку нужен подход, понимание, любовь и ласка, которым они были обделены. Я постараюсь, конечно, это все им дать. Решение Любовь Кустовой вдохновило и ее троюродную сестру. Наталья Марочкина в один момент обрела сразу четверых детей. Ира, Юра, Алена, Даниил. Им по 9-10 лет. Они не отходят от мамы ни на шаг. На перебой обсуждают, что будут делать вечером. Даниил Мурых строит планы на будущее. С поддержкой мамы для него открыты все двери. Он хочет стать певцом. Но главная мечта, говорит, уже сбылась. Я вообще хотела, чтобы у меня была семья. Я мечтала. Мне здесь нравится, мне здесь хорошо. Я учу, я хожу в школу. Мой самый любимый предмет – это физра. Я люблю играть в баскетбол. Приемная семья – это новая форма опеки над воспитанниками детдомов. Ее начали практиковать с этого года. Родители будут получать по 10 МРП на одного ребенка и зарплату воспитателей. Взять в семью можно от 4 до 10 детей. О семье мечтают еще 403 воспитанника детских домов в Северо-Казахстанской области. Чтобы стать приемными родителями, нужно подать заявку в местный отдел образования. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК.